Пик заболеваний острыми и респираторными вирусными инфекциями в этом сезоне пришелся на февраль. Обращений в поликлинику к терапевтам по поводу ОРВИ и гриппа было всего зафиксировано около 700. В марте значительный спад на одну треть. Эпидпорог в этом году в Анапе не превышал нормы. Да, грипп зашел на территорию, я еще раз повторяю, 9 случаев мы только лабораторно подтвердили, то есть циркуляция этого вируса есть, вирус В в основном. Максимальная заболеваемость была зарегистрирована с 21 по 27 февраля в эту неделю, когда было зарегистрировано 72 случаи. Ну и тогда интенсивный показатель составил 4,4 на 10 тысяч населения при эпидпороге 69. Вирус гриппа в этом году отличается осложнениями, бронхитом и кишечными расстройствами. Конечно, если есть осложнения, оно проходит тяжеловато. У нас регистрируются внебольничные пневмонии, вот за два месяца этого года 54 внебольничных пневмонии. К сожалению, тоже и грипп возможны осложнения, есть даже летальные исходы от внебольничных пневмоний. Медики не устают повторять, что лучшие средства борьбы с ОРВИ – прививки, которые делаются ежегодно в начале осени, и другие меры профилактики. В первую очередь, это избегать, конечно, контакта заболевших, постараться не приближаться ближе на один метр к больному, при контакте одевать маску, необходимо регулярно проветривать помещение, где находится больной, постараться в этот период избегать скопления большого количества людей. При прервых признаках простуды необходимо вызвать врача на дом. Самолечением заниматься не стоит. И еще один совет врачей – взрослым и детям нужно ежедневно принимать витамины, особенно С, и повышающие иммунитет средства, так необходимые организму весной.